Всем привет, я Тушел, а это игровая мышь Endgame Gear XM1R. Некоторое время назад был на моем канале обзор обычной версии XM1. У мышки была обалденная форма, но во многих аспектах та мышь была не готова к праймтайму. Пока она у меня была на тестах, вышло несколько прошивок, которые поочередно то фиксили, то ломали клики. Некоторые органы управления неохотно выполняли свои задачи. Отбивал все кабель, который Endgame Gear видимо украли с завода ZOE. Поняв свои ошибки, ребята из Германии сперва сделали RGB вариант XM1 для фанатов всего радужного, а для трушных товарищей сделали XM1R. И именно эта мышка сегодня у меня на обзоре. Продается мышка вот в такой вот коробке. На фронте рендер мышки и кое-какие особенности, включая запатентованную систему уничтожения даблкликов на основе немецкого Voodoo. Сзади некое подобие спецификации на нескольких языках. Внутри мышь, флайер и комплект белых больших глайдов. Внешне отличить XM1R от XM1 трудно, особенно если речь идет про белый и черный вариант. Поэтому было добавлено целых два новых варианта расцветки. Dark Frost это матовый полупрозрачный корпус и Dark Reflex. Тоже полупрозрачный корпус в глянцевом исполнении. На рендерах выглядит все круто. В реальности так себе. Прозрачность почти незаметна. Да окей, видны ребра жесткости корпуса. Но наверное покупая прозрачный корпус, хочется видеть то, что там внутри. И в случае с XM1R, видимо там только энкодер колеса. Ведь других компонент мышки попросту не видно. Подсветки в мышке нет. Если она вам нужна, то для вас есть специальная версия XM1RGB, где все светится и даже переливается. Форма мышки с обновлением не поменялась, и это хорошо. XM1 была и остается превосходным вариантом для когтевого хвата. И версия R этого не меняет. Это по-прежнему условно-симметричная мышь среднего размера с явным скосом боковин и со смещенным назад горбом. Держать такое когти очень удобно. Пальцами тоже. Ладонью под вопросом. Кому-то зайдет, кому-то нет. Впрочем, про форму я детальнее вещал в своем обзоре XM1, так что если интересно узнать, что к чему, смотрим тот видос и возвращаемся сюда. Ссылку и подсказку на тот ролик я добавил. Первое ищите в описании, второе должно было материализоваться у вас сейчас на экранах. Сборка у мышки превосходная. Все-таки немецкая компания, немецкие технологии и немецкие надзиратели с плетками даже из китайцев могут выдавить отличное качество подгонки элементов корпуса. С покрытием у XM1R Dark Frost все просто. Покрытия попросту нет. И вся мышь это голый матовый ABS пластик, на котором остаются пятна вместо контакта с пальцами. И пока мышь новая, пятна можно стереть. Но вот по мере старения мышки и владельца, пятна будут становиться все более перманентными. Ведь ABS пластик подвержен шайну не только на кикапах. В плане цепкости, то что есть, неплохое. В прогретых руках держак на четверку. В сухих ладонях на тройку, и поэтому мой совет такой. Берите обычную черную или белую мышь. Там покрытие пусть и маркое, но зато более цепкое. И потенциально прослужит вам подольше. С основными кнопками произошло первое значимое изменение. Вместо ватных Амронов у XM1R теперь стоит свечи Kale GM8.0. И это изменение сделало клики весьма приятными. Клик сочный и яркий. Единственное, при отстреле панели обратно, она иногда бьет корпус об ограничитель. И раздается не самый благородный звук. Но мне лично этот момент не мешал, так как при моем стиле нажатия встречался он редко. С быстродействием никаких изменений. Запатентованная аналоговая технология фильтрации двойного клика никуда не делась. И поэтому клики супербыстрые. Вроде даже глюки, которые были у XM1, тут пофиксили. В плане подгонки кнопок все замечательно. Никаких люфтов мной замечено не было. Единственное, из-за смены покрытия пальцы теперь немного скользят по кнопкам. И немного сожалеет о том, что углублений под пальцы в панелях по-прежнему нет. Второе улучшение касается боковых кнопок. У них тоже поправили клик. И теперь он не ватный, а весьма четкий. Пре и посттревел практически полностью убран, а свитч под панелями обладает приятным усилием и звуком нажатия. Подгонка вопросов тоже не вызывает. Кнопки не болтаются в корпусе, и нажимать их одно удовольствие. Форма панелей и расположение идентична XM1, поэтому плюсы той мышки стоятся и тут. То есть спокойно рассчитывая на простое нажатие на слайд и на хорошую доступность с почти любым хватом. А вот дифференцируются кнопки между собой по-прежнему не очень здорово. А что N-Game Gear сотворили с колесом? У колеса прокрутки изменили клик. И да, стало лучше. Но по-прежнему не идеально. Сила нажатия теперь не заставляет ходить в качалку для прокачки указательного пальца. Но вот длина нажатия по-прежнему никакая. Отчего клик кажется каким-то бракованным. Хотя, естественно, он исправно работает. Подгонку энкодер трогать не стали. Из-за этого у XM1R приятный тихий тактильный скролл с весьма яркими и четкими шагами. Ну и диаметр и расположение колеса тоже не изменилось. То есть по-прежнему есть риск того, что колесо будет труднодосягаемо, если держите мышь пальцами. А при прокрутке колеса будет казаться, что вам как будто достался вариант колеса для хоббитов. За колесом прокрутки кнопок по-прежнему нет. Единственная доп кнопка находится на дне. И на нее возложено сразу две миссии. Первая – менять DPI. Вторая – менять герцовку. При простом нажатии меняется DPI в цикличном порядке. А если кнопку зажать, то уже меняется герцовка. И чтобы не тыкать вслепую, предусмотрены светодиоды, которые точно дадут понять, какая частота опроса выбрана. Выбранный же шаг DPI меняет цвет свечения диодов. По умолчанию доступно 400, 800, 1600 и 3200 DPI. Но какой цвет означает какой шаг DPI, нигде не написано. Если перевернуть мышку пузиком вверх, то можно заметить, что снизу все примерно так, как и было ранее. Но кое-какие отличия все же есть. Во-первых, появилось колечко вокруг сенсора. От меня за это лайк. Во-вторых, как и на Ducky Feather, теперь у владельцев XM1R есть выбор. Можно оставить 4 мелкие ножки от оригинального XM1, или поставить большие глайды от RGB версии. Под все это подготовлены зоны на дне, так что ошибиться сложно. Правда, пазов для замены ножек не завезли, так что шанс проколоть себе палец, пока снимаешь ножки, все же есть. Сами ножки, несмотря на их белый привилегированный цвет, среднего качества. Во многом гладь страдает из-за того, что края недостаточно скруглены, и ножки цепляют поверхность коврика. Если края скруглить, то гладь становится заметно лучше, и желание купить что-то взамен почти полностью пропадает. Висит мышка немного, и весовой баланс у нее нейтральный. Причем хочется отметить, что мышь безопасна для тех, кто любит заталкивать шерсть, пот, энергетик и другие субстанции сот и мышек. Ну и трипофобы тоже могут смотреть на экран без ощущения страха и ужаса. В XM1R нет сот, поэтому похвалю N-Game Gear за то, что смогли спроектировать столь легкий и прочный корпус, не прибегая к технологии дырявых мышей. Кабель в мышке тоже проапгрейтили. Вместо зои-подобного резиного кабеля, в XM1R теперь паракордоподобный кабель. Причем это кабель второго поколения, который обещает быть более надежным, чем кабель первого поколения, который был в RGB версии. Что ж, кабель вполне нормальный. Да, он не супергибкий, но при игре был практически незаметен. Выход кабеля находится в привычном месте, и он оснащен защитой от перегиба. Заменен был и сенсор. Вместо Bixar 3389 теперь в R-версии стоит свежий Bixar 3370. Замены вы этой не почувствуете, как и сниженного энергопотребления. Все-таки мышь проводная, и тут энергоэффективность не сильно-то и важна. В общем, сенсор что в XM1, что тут топовый, и проблем с ним у вас не будет. Для приличия вот я измерил реальное значение DPI, и решил тоже проверить, насколько длиннозорки 3070 в XM1R. По идее, высоту отрыва можно будет менять в софте, но на момент записи обзора софта нет. И если перейти по ссылке во флайере, то там будет предложение лишь обновить прошивку. Говорят, что софт скоро появится, но когда наступит это скоро, никто не знает. Так что остается только ждать и надеяться на то, что немцы перестанут смотреть свое кино и займутся чем-то менее приятным, но более полезным. Ну и это, пожалуй, все, что я могу рассказать про XM1R. N-Game Gear провели точечные улучшения мышки, которые действительно сработали. Большая часть проблемных мест исправлена, и теперь мышка точно стоит своих 60 баксов. Самые значимые, на мой взгляд, изменения коснулись кабеля и органов управления. Если с кабелями и кнопками все получилось на твердую пятерку, то вот клик колеса по-прежнему далеко не лучший. Изменение сенсора вряд ли кто-либо заметит, а возможность выбирать площадь ножек в реальности упирается в то, что обработка ножек не лучшая, и какой вариант ни клей, все равно края будут цеплять коврик. Сборку и прочность корпуса можно считать весомым плюсом этого продукта, как и форму, которая просто офигенная. Добавление новых полупрозрачных корпусов выглядит круто только на рендерах, на их сайте и на фронте коробки. В реальности мышь выглядит гораздо скучнее, и вдвойне обидно, что новые прозрачные корпуса стали хуже в плане покрытия. Поэтому советую вам брать обычные версии. И по сути у XM1R остается только один серьезный минус. Это какая-то сыроватость софтверной части мышки. Отсутствие софта разочаровывает, а конвейер прошивок, если честно, настораживает. Но тем не менее, я могу рекомендовать этого грузуна тем, кто ищет себе мышь среднего размера для когтевого хвата. Ну и на этом я вам рассказал все, что мог про XM1R. И поэтому, думаю, пришло время закругляться. Если видео вам понравилось, то с вас лайк и подписка. Если хотите, то мой труд можете поддержать прямым донатом или покупкой коврика от CustomMate. Ссылки на это все есть в описании к этому видео. В общем, как и всегда, с вами был я, Тушел. Всем пока и до скорой встречи на канале ProDevice. Продолжение следует...